Девушки отдыхают Добрий вечер, шановні друзі! Мій сьогоднішній співрозмовник зіграв цілий ряд культових ролей в культових російських стрічках. Але, окрім того, що він видатний актор, він ще справжній філософ. Сьогодні у нас в гостях народний артист Росії Віктор Сухоруков. Віктор, добрий вечір! Здравствуйте! Вот десять вечера, позади спектакль. Я вот некрасиво, наверное, поступаю, что после спектакля вы не поевший, не отдохнувший. Це ж моє рішення, що вам беспокоїться. Наоборот, я сьогодні говорливий, я сьогодні в настроенні. Главное, що в мене є і время, і можливість, наконец-то, встретитися з вами. Спасибо вам, що ждали так довго. Я знаю, що в детстві ви були, по вашому признанню, клоуном і любили пародувати артистів. Кого ви пародували? Кладу Шульженку, Людмилу Зыкину, Татьяну Доронину, Утесова, дай Бог памяти ще, Ернеста Гарина. Ну, такой набор очень традиционный, потому что они были яркими личностями. Валься, уста, сейчас уже не получится, потому что все стерло. Говорит кое-кто, смеясь. Смеясь, да, все это стерлось, но это вот перечислил так, по ходу. Любовь нечаянно нагряє, когда я ее совсем не... Ой, это было так давно, я уже давно этим не занимаюсь. В 12 лет... Это от наблюдений. Погладив трусы и взяв с собой в карман, положив 40 копеек, вы отправились на Мосфильм. Да, по объявлению в газете «Пионерская правда». Вопрос первый, зачем гладили трусы? Конечно, я их не гладил. Я тем самым подчеркнул значимость этой поездки. Я носки гладил. А для вот, как бы, для жару я сказал, что погладил трусы. Хотя я и трусы, наверное, гладил. Но в данном случае я только помню, что я что-то внутреннее гладил, а не рубашку или брюки. Я так тщательно готовился к этой встрече, потому что я ехал не показать себя. Я уже ехал быть звездой. Но тогда не было такого понятия звезды. Просто объявили на главную детскую роль требуется мальчик. Это я требовался. Вы помните фильм какой был? «Наш дом». Так. Фильм «Наш дом», где снималась Нина Сазонова, Бероев, Лапиков Иван. Я и кино помню, да. И этого мальчика видел. И самое трагическое для меня было, когда я в этих шортах, в этой голубой китайской рубашке на выпуск с чубом, постриженной под полубокс, шел по улице Пудовкина, высокая ограда Мосфильма. Она, мне казалось, упиралась в небо. И я подошел к проходной, не к центральной, а вот сбоку, и не заметил, как стояли два мужика из-за колонны, наблюдая за нами. Потом поманили пальцем садистки, маньячно, идите сюда. И мы подошли, они говорят, ты и ты за нами пошли, остальные свободны. Свободен был и я. И я возвращался вдоль этой ограды и поливал слезами асфальт. Как мне было... Улица Пудовкина. Да, обидно было. Думаю, как же так? Я же ехал уже сниматься в кино, а они даже не спросили, как меня зовут. 40 копеек вы зачем взяли? На взятку режиссеру? Нет, тогда и такого понятия-то не было. Удивитесь, я до сих пор взяток никому не даю. Ни за что и никогда. А вам и не надо. А 40 копеек – это 25 копеек электричка. Я никогда зайцем не ездил. И 10 копеек стакан кофе, и пончик 7 копеек. Вот считайте. Ну, 10 копеек метро. Выросли в подмосковном простом городе Орехово-Зуево. Таких простых городов. Рабочем таком. Миллионы. Да. И мама хотела, я знаю, чтобы вы стали слесарем. Поммастера. И это даже повыше, чем слесарь. Слесарь на фабрике поммастера – это уже большой технический специалист, который ремонтирует машины и руководит целой бригадой. У них были хорошие заработки. Поэтому она и хотела, чтобы я тоже был поммастером. Но это была не моя стихия, потому что я был левша. И переучиваться… Почему был? Переучили? Нет, не переучили. Я правой рукой пишу, изящно, замечательно пишу. Я, признаюсь, впервые вам, я искал свой почерк в течение 10 лет, пока учился в школе. Я писал мелко, крупно, с виньетками, остроконечно, округло, тупо, под откос, квадратно. То есть я нашел свой почерк, и у меня почерк неплохой, именно правой рукой. А ножи, острые предметы, я, конечно, держу в левой руке до сих пор. Так вот там, будучи левшой, когда меня взяли на работу учеником слесаря, то я… А это было позорно, быть левшой. Это сегодня даже Кеннеди левша, и все говорят, что… И Обама. Да, люди левши, они какие-то там немножечко особенные. Не знаю, в чем особенность, просто это тоже все равно какое-то нарушение в полушарии. Я это заметил даже по тапочкам. Я стаптываю правую тапочку больше, чем левую. Но в данном случае там, когда меня устроили учеником слесаря, левша это было позорно, и поэтому я, конечно, стучал молотком по зубилу правой рукой. И вся левая рука была разбита в кровь. И когда только уходил мой учитель, старый слесарь, я перехватывал молоток в левую руку, и тогда у меня что-то получалось. Но однажды меня разоблачили, позорили, смеялись надо мной, и я сбежал в более смешную, простую профессию под названием курьер. Вы тогда, наверное, поняли, каково это быть в Советском Союзе белой вороной, да? Ну, как-то я все равно это воспринимал не больно, как данность. Удивительно, но вдеваться было некуда. Я не столько бунтовал и ненавидел, сколько прятался. Я прятался. И левую руку я прятал. То есть вот эти вещи. Конечно, это беловоронье, но в данном случае, а куда денешься? Я не знал, что есть другая земля, другие страны. Я вам сейчас одну историю расскажу. Я сегодня уже несколько лет самостоятельно, в одиночку изучаю английский язык. Я знаю грамматику, я знаю огромное количество слов. У меня оказалась одна проблема. Я не понимаю людей, разговаривающих. Мне говорят, нужна практика. Да, но мне некогда ехать и приобретать эту практику, то есть общение с людьми. Но язык, я знаю, как мне кажется, очень неплохо сегодня. Но там, в той стране, когда школа бесплатно два раза в неделю давала мне урок английского языка, «Do you speak English?» «Hello, how are you?» И первые мои слова были «a pin», «a chock», «a tie», «to take» и так далее. Мы игнорировали этот предмет. И когда Изабелла Юрьевна, Изабелла Владимировна, Изабелла Юрьева, певица, Изабелла Владимировна, изящная женщина, говорила мне, «Это же английский язык, почему вы его не учите? Вы же будете сдавать экзамены». И я кричал, потираясь шмыгой носом, «А он мне не нужен, я не собираюсь в Англию!» Я сегодня очень об этом жалею. Я ловлю себя на мысли, я вот смотрю на вас и вспоминаю песню Юрия Антонова «Гляжусь в себя, как в зеркало до головокружения». Вы по поводу лысины никогда не комплексовали? Комплексовал. Когда она наступила? Когда ее не было еще. Но когда уже открывались шторы моей головы, когда волосы разлетались в разные стороны. И просыпаясь, я видел подушку с моими кудрями. Сколько лет вам было? Скажу. Значит, это началось где-то на втором курсе института. После армии. Я отслужил армию. Тогда у меня еще чубчик был. Кучерявый. Чубчик, 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 черявый. И где-то со второго курса института, это 1975 год, они у меня посыпались, как на ветру флажки. И в данном случае, как только они стали опадать, естественно, остаточки я собирал где-то тут, на макушечке. И я с этим жил до одной встречи уникальной. Есть такой кинооператор, давно ушедший, талантливейший кинооператор, Юрий Векслер. Муж Светланы Крючковой. А я был семейным другом. И дневал, и ночевал у них. Он ленинградец тоже. Да, 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 да. Я жил тоже на Фонтанке, они жили в Арпраксином переулке. И я у них очень часто бывал. И однажды, Юра, мы сидели за столом, и Юра так посмотрел на меня, говорит, что ты там наградил на своей голове? Убери все. Я говорю, а как же, я же лысый. Я же актер. Да. Как-то я не соединял актерство с моим внешним видом. Мне просто не нравилось. И вдруг, да нет, нехорошо. Ну, у тебя же их хорошие, у тебя нет бродавок, нет родимых пятен. У тебя хорошая голова. Сбрей. И я тогда взял вот так вот ножницами по пьяни и отрезал все эти вшивые домики. открыл голову, вот, а вот бриться под зеркало, знаете, как это, под глянец, это меня первый-то спровоцировал или приказал мне Юрий Мамин. Я-то думал, что это мой образ, который придуман Алексеем Балабановым для фильма «Брат». И я одно время говорил, что вот с того самого времени я уже могу закрытыми глазами, без зеркала, на ощупь, станком брить себе голову. И я так живу уже с 97-го года. Но вдруг я вспомнил финал фильма «Бакенбарды», когда меня разоблачают, меня Мамин бреет под ноль, одевает желтый свитер, и я с папироской Беломора, обратите внимание, смотрю в кинокамеру, потом жую эту папироску, сплевываю, и говорю, левой шагом марш! Кто-то шагает левой, правой, левой, левой! Я возглавил новые движения Маяковского. Там я был впервые в кинематографе лысый. И с тех пор я брею голову, мне это нравится, мне кажется, это меня оздоравливает, делает более свежим, молодым, самое главное, острым, интересным даже не только как личность, но и как актер. А самое главное, я болван для любого режиссера. Еще один ленинградец Александр Розенбаум сказал мне в свое время, что лысый мужской череп всегда красив. Не до всех, не до всех. Но сегодня я расстраиваюсь, потому что даже у тех, у кого есть волосы, они их бреют, они сегодня все глянцуют свои головы. И как ни посмотришь в телевизоры российские, следователи, оперативники, все лысые, 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 лысые. И когда Станислав Сергеевич Говорухин пригласил меня на роль следователя, я говорю, Станислав Сергеевич, а что с головой-то делать? Я говорю, может какие там волосы приклеим? Зачем? Я говорю, ну посмотрите, они уже все бритоголовые бегают, мне даже неинтересно. Я хотел в знак протеста что-то придумать на своей голове. Но это уже отдельно интересная история. Я сыграл следователя со своим черепом. Вы поехали из Москвы в Ленинград, в театр комедии, которым руководил тогда недавно ушедший замечательный режиссер Петр Наумович Фоменко, который вам сразу дал главную роль. Редкая удача. Он рассмотрел что-то в вас тогда? Наверное, рассмотрел, раз позвал. Потому что мы показывались, и я ему сыграл отрывок прикосновений Брагимбекова, где обыкновенный солдатик Лежал на каких-то досках и пел песню Помнишь, мама моя, как девчонку чужую Я привел к тебе в дом и тебя не спросил Грустно глянула ты Это я просто в памяти о Фоменко И он тогда прислал мне телеграмму и говорит «Приглашаю вас на главную роль Егорыча. Мне 26 лет, персонажу 70. Он ставит меня в два состава с уникальным, талантливым актером Владимиром Трухиным. Труханов. Владимир Никитич Труханов. И, видимо, что-то он углядел, потому что в дальнейшем, при всем моем недисциплинированном характере, он терпел меня, оценивал высоко. Я играл почти во всех его спектаклях. Пусть роли небольшие, но потом он уедет в Москву весной, а осенью меня выгонят из театра. Пройдет жизнь. И в 2000 году я вернусь в Москву. Вот я уже с 2000 года как опять москвич. И, конечно, все эти годы мы общались. Я звонил ему, я ходил в его театр. И я ждал, что он меня все-таки возьмет к себе обратно. Не взял. Хотя даже его друзья говорили, хочешь, мы составим тебе протекцию? Я говорю, ни в коем случае. Я почему-то верил, что я обязательно войду в его храм. И самонадеянно придумал себе завершение страницы под названием «Фоменко плюс Сухоруков получится гениальность». Потому что я начал клевать искусство из его рук. Думаю, и тем самым я завершу наши отношения. Народный артист России Сухоруков Виктор Иванович. И великий Фоменко, который имеет свой театр под собственным именем. И вдруг мы что-то вместе с ним придумали, сочинили. Много было проблем, вопросов, почему он меня не позвал. Но однажды, когда я был на одном из домашних вечеров театра, старый Новый год, и я увидел, как этот человек встал, а за ним ученики, еще ученики, еще ученики, стажеры, режиссеры, легион и окружающие его люди, огромная армия людей. И он всем отец, он всем мафия, он всем лидер, он всем художник, он всем талант. Я понял, что нет, я туда и лезть даже не буду. Ему там не до меня. А кроме него мне ничего и не надо было. Придет момент, когда вдруг по телефону он скажет, обрати внимание на записки сумасшедшего, перечитай Гоголя «Мертвые души», особенно после гибели Юрия Степанова. Какие-то были намеки на сотрудничество, но уже все равно было поздно. Последний раз мы с ним встретились, за месяц до его смерти. Он сказал мне, позвони мне. Я ему позвонил, и он мне сказал, я ухожу из театра. Я говорю, как это вы уходите? Кто вам позволит? Что это вы такое говорите? Хотя, увидев его в кабинете, я понял, что он уходит. И не только из театра. По рукам, по цвету кожи его лица. И только острый-острый взгляд напоминал мне того Петра Наумыча. Как я не разрыдался, я даже не представляю. Щитовидная железа работала так на сдерживание слез, что мне даже хотелось выкашлить ее. Как я сдерживал свои эмоции. Он для меня так и остался большим, великим, родным, крестным отцом. Когда вас ушли из театра комедии, вы работали и грузчиком, и посудомойщиком, и хлеборезом, и бродяжничали. Да, и бутылки собирал, и помогал в овощных ларьках таскать ящики, и приворовывал. Почему? А жить-то надо было. А профессия-то в руках была? А так выгнали из театра. По статье. Конечно, я по кругу пошел. Я был у того времени в кабинетах сильнейших театральных режиссеров. От Товстоногова, Гомерзиана и Кончай-Карагоцким. И никто? Никто. И у всех были свои причины. Но объединяло их одно. Молва. Они слушали сплетни, которые про меня приносили им в кабинет. Они все уже заранее знали, с кем имеют дело. И как бы я с ним ни разговаривал, я уже понимал, что они разговаривают с тем Сухоруковым, которого им доложили. Принесли. А не с живым настоящим. Я был с ними искренен, исповедален, чист, честен. Но Товстоногов, куря папироску, сигарету, сказал, у меня нет вокалов сей. А Гомерзиан, назначив мне встречу, вообще сказал, что его нет в кабинете. И я ворвался в этот кабинет и сказал, зачем же вы врете? Вон отсюда, кричал мне Гомерзиан. Я говорю, я-то уйду. Но только вы же сами мне назначили встречу. Вы же художник. Ушел. А Гомерзиан, Карагоцкий, тогда это была большая величина в Петербургском, Ленинградском театральном небосклоне, своя школа, свой театр. Он говорит, дождитесь меня после репетиции. Я его дождался. Он взял меня под локоток. И мы шли по Гороховой улице. И я ему рассказывал свою ситуацию. И вдруг он сказал, у вас репутация пьющего человека. Вы должны снова вернуться любыми силами и возможностями в театр комедии. И только тогда приходите, и мы будем с вами разговаривать. И я убрал деликатно его руку со своего локтя и сказал, если я вернусь в театр комедии, я к вам никогда не приду. О репутации пьющего человека. Вы однажды признались, что допились до того, что харкали кровью, в январе бегали по Невскому в сандалиях и последний свитер продавали цыганам. Продал за бутылку портвейна. Я просил вторую бутылку, они мне не дали. Свитер был индийский, из козьего меха. Стоил очень дорого, 70 рублей. Я просто с себя снял и отдал. Вы понимали, что это уже конец, и вы никогда не подниметесь? Конечно, понимал. Иначе бы сегодняшний Сухоруков с вами не разговаривал. Я всегда понимал, что я иду к пределу. Я эту предвидел пропасть. Я ее себе назначал, эту встречу с пропастью. Я шел к ней, осознавая все до мельчайших подробностей, как в психическом, так и в физическом плане. Я понимал, что я дойду до конца, посмотрю этому финалу в глаза и приму решение. Я принял решение раньше, потому что мне показалось, и я в это поверил. И сегодня говорю это без всякой шизофрении. У меня действительно был диалог с кем-то, который говорил мне, я сидел в опустошенной, в чистой, но в нищей, в распроданной, в сгоревшем телевизором, с отключенным телефоном. Только свет еще осталось выключить, счетчик, но я за свет все-таки платил в грязных ботинках. То есть сидела нечеловеческая какая-то расхристанная, разобранная сущность, выброшенное существо из общества. Сидело какое-то чмо, хотя я не люблю это троебуквие, но... Оно точное. Омерзительное существо, измученное, испившееся, само себя уничтожающее существо. И вдруг разговор. Устал? Устал. А хочешь по-другому? Хочу. Давай попробуем. Я говорю, давай. Ну, запомни, в той жизни легче не будет, лучше не станет. Нет. Ты готов? Там будет испытаний не меньше, чем сегодня. Только там за все ты будешь отвечать сам. Готов? Готов. Но ты там будешь также одинок. Готов? Готов. Ложись спать. Утро вечера мудренее. Почему я люблю эту поговорку? Она наимудрейшая, сильнейшая, воздействующая на сознание человека, если в нее поверить. Утро вечера мудренее. Сказочная поговорка. И я лег, проснулся и, конечно, начал жизнь другую. Но это сейчас так легко. Я и быстро формулирую огромный путь, огромное испытание, огромную проверку и во времени, и в поведении, и в жизни. Одна фраза. И я начал жить другую жизнь. Это был период огромный, когда я ни на что не надеялся. Я ничего ни от кого не ждал, не требовал, я никого не обвинял. Я нашел в себе мужество, наоборот, винить себя, судить себя, карать себя и жить по одной узенькой тропинке идущим. Она была очень скупая, бедная, без излишеств. И я даже не ждал никаких перемен. Но надежда обретала объем и даже какое-то значение для меня. Вот и думайте, промысел это или какое-то физиологическое чудо перед вами. Вы знаете, я очень не люблю слов «гениальный», «великий», «выдающийся». Но Алексей Балабанов, кинорежиссер, я думаю, что какой-то из этих трех эпитетов к нему наверняка применим. Встреча с Алексеем Балабановым стала для вас значимой, этапной? Биографичной. Биографичной? Да. Это не знак, это даже не символ. Судьбоносная, может быть. Судьба. И такая судьба, что я об этом рассказывал и буду рассказывать. Потому что я дожил до таких мыслей, что я могу гордиться, что в моей жизни в Орехозуевском мальчике Вите Сухорукове, пройдя определенный путь до Виктора Ивановича, кто первый назвал, не знаю, до народного артиста, лауреата, вся стена мебели меньше, чем призов, вдруг у меня есть мое богатство имена. И среди них Алексей Балабанов. Это величина мирового масштаба. Его и в Америке знают, и в Европе знают. Это великий режиссер, который сегодня, наверное, избрал мрачный путь в своем творчестве. И тем самым вызывает и раздражение, и отторжение, или еще даже не рукопожатие какое-то на то, что это гениальный режиссер своего времени. И представляете, перед вами сидит герой его дебютного фильма. Представьте себе, много вопросов, как случилось, как произошло, вопросов об удаче, о успехе, о каких-то там случаях жизни. Сегодня я редко называю вещи случаями. Только слово «чудо», только слово «счастье», только слово «судьба». Потому что, когда меня не снимали до 39 лет, и я был не нужен кинематографу, а я был на учете, и кино снималось огромное количество. В картотехном. По всем республикам Советского Союза. И Довженко была мощнейшая кинодержава. Что с ней происходит сегодня, я не знаю, но киностудия Довженко – это была сильнейшая киностудия в стране. Мало того, и в Одессе, и в Ялте. Ну, Ялте была базовая киностудия. И в Свердловске. Да, Свердловская киностудия. И по республикам были киностудии. И в Москве было две киностудии. И в Ленинграде, естественно. И такая внешность. И вдруг не нужен. Не нужен. Потом скажут, когда произошел исторический, я думаю, космический излом, разрушение Советского Союза. И я до сих пор считаю нас всех детьми переплета. У нас нет эпохи. Мы дети именно переплета. Мы не исторически масштабные люди. Потому что один пласт исторически отвалился, а на другой мы еще не наступили. Еще до сих пор мы находимся на шатком мосту. Переходном периоде, как скажут политики. Мы дети переходного периода. Мне так кажется. У нас нет берега пока. Мы стоим на этом мосту, который трепет время и сомнения. И прочие-прочие невзгоды. Так вот, что такое вдруг меня приглашает на главную роль в фильме Бакенбарды? И я в конце концов, потому что я долго отказывался, я согласился. И если бы я не сыграл эту роль и не озвучивал себя в студии, и после этого в пять часов вечера я шел по вестибюлю Мосфильма «Домой», вдруг Бельская в замужестве Сухорукова уехала в Израиль. Поманила меня пальчиком к какому-то парню с короткой стрижкой, похожего на ежика, с глазами пуговки, как пуговки. Такой растерянный сидел парень. А это был Леша Балабанов. Он до этого испробовал на главную роль своего нового дебютантского фильма по мотивам Беккета «Счастливые дни» – «Happy Days». Он перепробовал семь актеров, лучших в то время молодых актеров Ленинграда. И все чем-то был недоволен. Он дает мне сценарий. Я его прочитал, ничего не понял. Ну, абсурд. Театр абсурда. И я ему так и сказал, какая-то черня, я ничего не понял. Ну, что-то меня зацепило и закололо. И на пробах он меня утвердил. И вот были счастливые дни. Был замок. Потом будет брат. Потом мы будем жить вместе в одной коммунальной квартире. Потом я ставлю ему комнату, а он купит мне однокомнатную квартиру на Лиговке. Да, потом будет «Брат-2», и вдруг… Про родове людей. Про родове людей – это шедевр, который состоялся между братом и «Брата-2». И вот вам история. Думаю, он не обидится, потому что эта история реальная. Он написал сценарий сам. Ехать никак нельзя. Это и будет про родов людей. И когда он выиграет какой-то транш, гранш, какую-то премию, поддержку для нового фильма, за фильм «Замок», и он принесет сценарий «Ехать никак нельзя», то бишь про родов людей, они прочтут в комиссии и говорят, это порнография, мы на это тебе поддержку не дадим, давай другой сценарий. И тогда он сказал, черт с вами, сам заработаю, обиделся Леша Балабанов за свой сценарий. И он пишет сценарий «Брат». И как сошлись звезды, что он на кинотавре встречает Сережку Бодрова с фильмом «Кавказский пленник». Он зовет его на разговор и говорит, есть у меня сценарий, ты мне нужен, пойдем. Он говорит, согласен, и снимает фильм «Брат», чтобы заработать денег для фильма артхаусного про родов людей. Потрясающе. Как он угадал, что он действительно будет кассовым. И он делает, на мой взгляд, уникальный фильм «Брат», потому что я сегодня, который раз говорю, по фильму «Брат» 97-го года, можно рассказывать поколениям о времени, о Ленинграде, о том периоде жизни России по фильму «Брат». И заработав деньги, тоже, как это мог угадать, он снимает фильм про родов людей. Ну «Брат» и «Брат 2» для меня вообще знаковые картины, я их обожаю. Я их могу смотреть бесконечно, с любого момента. Начинать и смотреть, в чем, на ваш взгляд, магия этих картин? Потому что «Брат 2» не хуже «Брата», я считаю. И тем не менее, для меня, зная мощь Балабанова, почувствовав, как он видит мир, как он его слышит, как он его понимает, как он его грызет, этот мир, для меня «Брат», конечно, помощнее, помасштабней. А, как я говорю, «Брат 2» – это шлягерний, картина шлягерний. Я согласен. И тоже уникальная история, как там саундтрек появился. И мне кажется, это одна из причин интереса к этой картине. Он его напитал музыкальным оформлением, не как оформлением, а как музыкальным сюжетом. Параллельно был фильм «Брат 2» и параллельно был музыкальный сюжет. Вслушайтесь. Это была колоссальная его работа, уникальное его изобретение. Это был первый фильм, где музыкальное оформление было музыкальным сюжетом. Но в чем магия этих картин? Почему от них не хочется отрываться? Не знаю. Это и есть загадка художника? Наверное. Я не знаю, потому что постоянно мне задают такой вопрос, и каждый раз у меня есть разные ответы. Там совпало очень многое. Звезды сошли. Да. Но самое удивительное, там, видимо, что-то есть такое, что до сих пор передает эстафету. Из одного года в другой, из одного десятилетия в другой. Горжусь. Хотя боялся синдрома Ихтиандра с самого начала, когда стал набирать обороты в кинематографе. Я боялся синдрома Ихтиандра, синдрома Ширлица, синдрома Шурика. Шурика, да, синдрома Сухова, белый солнце пустыни, то есть синдром одной роли. Хотя ничего плохого в этом нет. Конечно. И когда роль моего Вити Багрова, «Брат 2», и это действительно подбросило меня и в популярности, и в узнавании, и востребованности, я испугался, что я на этом и закончу свою кинокарьеру. Нет, я успокоился только потому, что после «Брата 2» началась новая у меня полоса творческая, где я сыграл и монаха, и царя Павла Первого. То есть огромная обойма. И встреча с Говорухиным, где... Четыре картины. По Дудинцеву, да, четыре картины. По Дудинцеву, не хлебом единым. Плохой прокат был, но история-то великолепная. Дальше у меня встреча с Виталием Мельниковым, с Глебом Панфиловым. Ну что вы, счастье. И я тогда успокоился. Витя Багров вам близок? Ну, конечно, он писал его с меня. Размандяй такой. Это Леша писал. И когда Сережа Маковецкий попросил, полушутя полусерьезно, отдай мне эту роль, он же просил у Балабанова мою роль в «Брате 2». Да, что ли? Да, и Леша говорит, как ты себе это представляешь, когда это брат... А давай мы его убьем. Давай мы что-нибудь с ним сделаем. А я приду и скажу, а я друг твоего брата. И вот буду играть вместо Сухорубкова. Шановные друзья, сегодня у нас в гостях был видатный актор театру и кино, народный артист России Виктор Сухорубков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова